Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Я обещал продолжить говорить на эту тему, потому что очень сильно хочу её раскрыть, и правда, тут много есть о чём сказать. С вами Личи, и сегодня я буду вашим гидом в мире симулятора автомобиля 2. И сегодня мы продолжим разговаривать о том, как может измениться меню загрузки игры, и что нам нужно ждать. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. В последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн с телефона», потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать, если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле всё очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Всё, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать мой личи Топчанский. Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «Топ», который даст вам приятный бонус и лёгкий старт игры. Заходи на «Хасл» и играй вместе со мной. В общем, дорогие друзья, сегодня я хочу дальше говорить на эту тему. Потому что есть действительно что-то пообсуждать. И я хочу поговорить именно о том, что можно добавить в меню игры и что может появиться. Потому что если говорить с точки зрения улучшения игры, о том, как игра может обновиться и то есть стать лучше, то есть куда расти. Потому что есть много крутых фишек, которых просто до сих пор нету в «Симулятор автомобиля 2» и того, что не хватает в меню. Начнём с того, что в авто может быть в меню выбор автомобилей. Это действительно очень крутая штука, которую добавили бы в игру. То есть, ребята, представьте, вот мы сейчас находимся в меню. Вот даже давайте на секундочку паузу поставим. Выходим в меню и вот представляем. Вот мы находимся в менюшке. Вот так нажимаем на мои автомобили. И вот тут, как в игре «Флэтаут», у нас идёт вот такой вот список автомобилей, где мы видим, собственно говоря, тачку, в каком она, тюнинге у нас, собственно говоря, и прочие вещи. То есть, действительно, удобный вот такой вот внизу список, с помощью которого мы можем крутить его и быстренько находить ту тачку, которая нам нужна. Также слева от неё было бы круто увидеть вот такие технические характеристики. Максимальная скорость, разгон, управляемость, мощность, вес, закись азота. Ну и привод тоже, в принципе, было бы круто. Ну и название. То есть, вполне такое меню выбора автомобилей было бы крайне удобное. Потому что постоянно вот так вот листать тачки, ну вот вообще надоедает. Постоянно ты ищешь что-то там. Бывает, я тачку пропущу случайно. Ребята, ставьте лайк, если вы тоже искали. По несколько кругов вы так крутите и не можете найти тачку, которая нужна. А она там, не знаю, там залагала, или вы не обратили внимания, или забыли, что она другого цвета. Ну, в общем, много форс-мажоров бывает. А так, и название. Тем более, таким образом, мы внутриигровые названия больше бы знали бы. То есть, улучшение информации о игре. Это на самом деле круто. Это очень классно. Я вот прям кайфану, если разрабы такое добавят в игру. Дальше. Характеристики машины. Было бы очень круто при выборе автомобиля увидеть какие-то характеристики его. Как вот видно тут, когда ты выбрал тачку, ты видишь, какие у него детали стоят. Возможно, что-то там прокачивать, или хотя бы ухудшать, чем-то там заниматься. Возможно, какие-то вот такие вот приколюхи в игре было бы видеть очень круто. И для развития самой менюшки это было бы очень полезно. Потому что всяких вот таких плюшек в игре не хватает. Хотя, по крайней мере, там, не знаю, хотя бы закиси азота покупать, там, канистры. Может быть, что-то такое там пополнить, починить. Потому что, ну, если это гараж, в принципе, в теории, в нем такого возможно, такого может быть. И выбор такой должен быть. Хотя, с другой стороны, если посудить, игра, вот которую сейчас скриншот вы видите на экране, это игра без открытого мира. То есть, там нет вашего гаража, нет чего-то еще. Поэтому разработчики были вынуждены сделать вот такой вот геймплей. И именно вот такие вот менюшки, в которых ты сам тачку улучшаешь, или что-то еще. Потому что там, собственно говоря, нету гаража, в который вы там заезжаете, можете покрутиться и что-то еще сделать. Поэтому они это все внедряют таким образом. Но, в любом случае, это было бы прикольно. Но ведь в игре это нужно, это нужно. Я считаю, да. Вот, ребята, кто тоже считает, ставьте лайк. И также, что, как могла бы измениться еще игра. На примере, Netflix Pit Underground. Главное меню игры, которое уже очень много лет. Уже, наверное, ну, по-моему, 20 лет или лет 15 игре. Но, неважно. Было бы круто сделать в игре вот такие вот вещи. То есть, там, чтобы у нас можно было выбрать сразу гонку, онлайн или, там, выбор миссии. Что-то, там, продолжить миссию. Например, последнюю, там, парковку. Мы сейчас, там, что-нибудь такое, мультиплеер. И, там, к примеру, реально аудиотреки. То есть, таким образом, мы бы смогли намного быстрее увеличить игровой процесс, ускорить вот это время. Потому что нужно нажать. К примеру, если я захочу чисто играть в онлайне, я должен загрузить обычную игру, прогрузиться на карте. После чего нажать на меню. И после всего этого вписать в свою комнату и подключиться туда, куда я хочу. Ну, на самом деле, правда, действительно много манипуляций нужно сделать, чтобы зайти именно в интернет-сессию. То есть, как по мне, если разработчики добавят такое в игру, то это будет только круто. Я обрадуюсь и поставлю лайк. Потому что я поддержу разрабов в таком случае прям максимально. И, если разработчики посмотрят этот ролик, я надеюсь, действительно, они хотя бы как-то видоизменят менюшку. Потому что ей нужно развиваться. Ну, и, конечно, было бы замечательно просто увидеть действительно различные вариации гаражей на фоне, к примеру. Либо какое-то просто его улучшение. Потому что мы уже, на самом деле, приелись к нему. Уже он как-то поднадоел, этот фончик. Хотелось бы увидеть что-то другое. Практичное, интересное, да и довольно-таки классное. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в прошлый ролик он тоже. Многие остались впечатлены. Потому что я не один оказался тот человек, кто хотел действительно увидеть новое меню. И поэтому я вот хотел раскрыть, сделать второй, более подробный ролик. В котором показать примеры и как можно улучшить игру. Поэтому, ребята, если вы тоже считаете то же самое, что и я, обязательно поставьте лайк. Подтвердите это и помогите этому ролику набрать большее количество просмотров. Чтобы разработчики его заметили. И после чего обратили на это внимание. Потому что я уверен, что таким способом мы сможем улучшить, собственно говоря, контент, связанный с игрой. То, что появляется в игре. Да и вообще, это действительно будет намного круче, лучше, да и довольно-таки интересней. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, я хочу сказать, что на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх и пишите свои крутые комментарии. Ну а кодовое слово в этом ролике будет двойное меню. Все, кто напишет слово двойное меню, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok